В этот день, 6 июля, православные отмечают День иконы Божьей Матери Псково-Печерской, именуемый Умилением. Как несложно заметить, этой иконой из Псково-Печерского монастыря – список с Владимирской иконы Божьей Матери. Она была изготовлена в начале 16 века и почти сразу явила прихожанам чудеса исцеления, а особенно была примечена ее помощь слепцам. Из ледописи «Не только православным подает Бога Матери исцеление, но и от иноверных, сиречь от латин немецкой земли, приходившим с верою к Пречистой Богородице и к чудотворному ее образу, подает исцеление». На всю Россию она стала известна благодаря событиям 1581 года, когда Псков осадили польско-литовские войска Стефана Батория. У противника планы были грандиозные – идти до Москвы, но запнулись они об упорство псковичей. Небольшому гарнизону во время штурма помогли укрепить силы местные святыни, в том числе иконы Богородицы Умиления. Местные монахи по преданию призвали горожан – «Не убойтеся, станем крепко, устремимся в купе на литовскую силу, Богородица Бог нам идет с милостью и заступлением, и со всеми святыми на помощь в купе же». Псков устоял, вскоре был заключен мир, а царь Федор Иоаннович в виде жеста благодарности приказал украсить икону богатейшим окладом. К реликвии обращались за помощью и в год нашествия Наполеона, и в годы мировых войн. К слову, Псково-Печерский монастырь стал одним из немногих, в котором в 20 веке не прерывалась духовная жизнь. В этот день, 6 июля 1661 года, был основан город Иркутск. Буквально за полвека обычный острог превратился в один из центров Сибири и торговли с Китаем. 6 июля 1788 года состоялось генеральное морское сражение близ острова Гогланд между русской и шведской эскадрами. Эту войну вызвало к жизни желание шведского короля Густава III поквитаться еще за потери времен Северной войны с Петром Великим. Одной из главных целей стал Петербург, куда он рассчитывал высадить многотысячный десант. Летом 1788 года навстречу шведскому флоту вышел русский флот под вымпелом шотландского адмирала на русской службе Самуила Грейга. 17 больших линейных кораблей они должны были нарушить планы противника. Утром 6 июля два флота встретились чуть западнее островка Гогланд. Силы были примерно равны, хотя по весу пушечного залпа шведы превосходили в полтора раза. Всем пример подал флагманский корабль Грейга стопушечный Ростислав. Он вывел из строя два крупнейших корабля врага. Однако к тому моменту было уже 8 часов вечера. И Грейг приказал отказаться от погони шведов, которые отступали по причине темноты ночи, густоты дыма и отдаленности неприятельских кораблей. Это было только самое начало войны, которое совершенно расстроило планы скандинавов. Хотя Густав III сделал хорошую мину при плохой игре. Даже приказал отметить победу. На что императрица Екатерина Великая отреагировала. Пусть хвастает, как хочет. Сам выйдет смешным в глазах людей беспристрастных. Десант под Петербургом так и не состоялся. А русско-шотландский флотоводец Грейг за это сражение был удостоен ордена святого Андрея Первозванного. 6 июля 1935 года ледокол Садко начал первую советскую арктическую высокоширотную экспедицию под руководством Ушакова в целях исследования глубоководных районов Арктического бассейна. 6 июля 1943 года летчик-истребитель Горовец установил рекорд, за день сбив 9 бомбардировщиков врага. В этот день 6 июля родились Джон Пол Джонс, шотландец, русский контр-адмирал. Шотландия стала настоящей кузницей кадров для Российской империи. Еще в XVII веке на русскую службу перешел некто Лермонт, всем хорошо известен его потомок Юрий Лермонтов. А еще была правая рука Петра Первого Патрик Гордон, герой Гогланта Самуил Грейг и Джон Пол Джонс, еще один моряк. Россию увидел он в царство Екатерины Второй, быстро сошелся с самим Суворовым. Тот о встрече сам вспоминал. С Паулем Йонасом увиделись мы как столетние знакомцы. Его бои 1788 года в Непробукском лимане запомнились многим. Джонс был награжден орденом Святой Анны. Контр-адмирал даже получил предложение от государства не возглавить Балтийский флот. Но, увы, шотландец был настоящим врагом британской короны. И Лондон побеспокоился, чтобы такой человек не вознесся высоко в Россию. Вследствие интриг Джонса отправили во Францию поправить здоровье. Однако из-за границы в Россию он уже не вернулся. Также 6 июля родились император Николай I, третий сын императора Павла. При нем Россия стала одной из самых могущественных держав мира, но закончила с царствованием тяжелым поражением в Крымской войне. Анатолий Марингов, поэт-драматург. Таким был этот день 6 июля. Редактор субтитров А.Семкин